Революционная ложь и рост цен, в Армении растут цены, растут быстрыми темпами. Согласно официальной статистике, в январе-октябре этого года индекс потребительских цен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 6,9%. Октябрь текущего года, по сравнению с октябрем 2020-го, обходится среднестатистическому гражданину дороже на 9,1%. Подорожали товары первой необходимости. Так, в октябре прошлого года продукты питания и неалкогольные напитки, по сравнению с октябрем этого года, были дешевле на 16%, одежда и обувь, на 11,7%, алкогольные напитки и табачная продукция, на 9,7%. За первый год был зафиксирован взлет цен на овощную продукцию, примерно на 70%. Подорожали практически все виды продуктов питания. Сказитель министра экономики Киробян говорит, что они сокращают праздничные дни, чтобы сдержать рост цен. Правда, потом добавляет, что это была шутка, но, как известно, в каждой шутке есть лишь небольшая доля шутки. Таково их мышление. При власти обещавшего обеспечить экономический взлет Никола Пашиняна фиксируется взлет цен. Они объясняют это мировыми ценами, но это, ложное и половинчатое объяснение. В данном случае мы имеем дело с враньем и безграмотностью. Они лгут, чтобы не говорить о реальных проблемах. К тому же они пытаются справиться с ростом цен, но у них это не получается. Кстати, когда в прошлом фиксировался рост цен, конечно, не такой, как сейчас, работавший оппозиционером Никол заявлял, мол, в Армении действуют монополии, поэтому и происходит рост цен и народ грабит. Он распространял, будто с приходом новой власти монополии будут ликвидированы, и цены автоматически установятся на приемлемом для народа уровне. Сейчас Никол у власти, но рост цен объясняется уже другими причинами. Никола в цене монополий больше не мерещится. Это означает, либо Никол тогда врал, и никакими монополиями рост цен обусловлен не был, либо он тогда был прав по части монополий, и попросту у власти сейчас он, и сам пользуется извлекаемой монополиями сверхприбылью. За революционную ложь и манипуляции придется ответить.